Рост промышленного производства в Беларуси превысит 12%, дан старт новому инвестиционному циклу развития этой отрасли. Так, по итогам 2023-го будет направлено около 1 миллиарда рублей, по всей стране реализуется 65 инвестпроектов. В целом, за последние три года объём производства вырос фактически в полтора, а экспорт – почти в два раза. В Беларуси определили три единых дня проведения централизованных экзаменов и тестирования в 2024-м. 27 мая абитуриенты проверят знания по предмету на выбор, 30-го по белорусскому и русскому языкам. 3 июня – дата ЦТ для тех, кто планирует поступать в ВУЗы. Внутренние вступительные испытания и зачисления в учреждения образования сместятся на начало июля. Средняя зарплата в Беларуси в ноябре достигла 1975 рублей. Самые высокие показатели традиционно в Минске. Среди работников различных сфер в лидерах по вознаграждению за труд – специалисты сферы информации и связи, финансовой, страховой, профессиональной, научной и технической деятельности. Детский сад в Киселевичах почти готов принять маленьких воспитанников. Совсем скоро объект будет сдан в эксплуатацию. В здании завершаются покрасочные работы. Учреждение образования рассчитано на 230 мест и 12 групп. Есть место и для комнаты психологической разгрузки, гимнастического зала и застудии. В Беларуси начнут выпускать веганскую колбасу в составе овощи, морковь, лук, картофель, цветная капуста, плюс мука – гороховая, рисовая, гречневая. В зависимости от направлений в продукт может быть добавлено сливочное масло или яичный порошок. Есть варианты с шампиньонами. Один из самых важных принципов – натуральность. Всё растительное сырьё местного производства, уверяют специалисты НАН. Новинка поступит в продажу в 2024-м.